СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ Что иное, как в некоторых культурах праздник под названием Наврус, Новрус или Наврус, но сейчас мы будем выяснять. Вы знаете, так получилось, что у нас сегодня три гости, вернее, три гости, я их сейчас представлю. Во-первых, Елена Азизова. Добрый день, Елена, не первый раз уже в нашей студии. В очередной раз представитель не представляете вы у нас тут азербайджанскую диаспору. Добрый день. Добрый день, да. Новая гостья ни разу еще не присутствовала. Рахима Саитова. Добрый день. У меня дочка присутствовала. А, дочка у вас была? Мафтуна Саитова. А, вспомнил, вспомнил. Добрый день. Добрый день, да. Представительница узбекской диаспоры. И тоже новичок в нашей студии, которая волнуется больше всех, не надо волноваться, это Умеда Саркулеева, представительница таджитской диаспоры. Здравствуйте. Да, добрый день. Приветствуем вас. Ну, как-то мы тут, получается, весь март встречаемся именно с представительницей прекрасного пола. Про 8 марта говорили, вот сейчас будем про праздник Наврус говорить. Тему обозначил. Хочется поговорить о смысле, содержании и значении этого праздника. Насколько я понимаю, праздник, к исламу нельзя его привязывать. Он не религиозный праздник. Все верно? Верно. Архима? Да. Нельзя привязывать именно к исламу? Нет. До ислама еще появился этот праздник. Если не ошибаюсь, праздник характерен для тюркских и иранских народов. Да, для тюркских и иранских народов. Причем истории... Керсидский еще. Керсидский, да? Причем огромное количество людей, которые его празднуют. Вот я спрашивал вас до эфира, как все-таки правильно Наврус или Новрус? Это его написание и произношение могут быть в разных странах по-разному. Наврус в переводе вообще означает «новый день». Новый день. Да, Новый день. И его могут говорить как «новрус», «наврус», «неврус», «наурыс», «ноурус». Это как... В общем, много таких. Да, в разных странах по-разному говорят. Интерпретации-то. Праздник начала весны, по-простому говоря, да? Да, праздник весны, как это у нас, как у вас, как у европейцев. Новый год. У нас Новый год отмечают весной. День весеннего равноденствия, да? День весеннего равноденствия, когда природа начинает, обновляться весной, когда день приравнивается к ночи. Именно отмечают это 20-го, переходит на 21-е марта. Вот в этот день отмечают этот праздник. Этот праздник отмечают очень весело, готовятся к праздничному столу. Всякие блюда из семи, злаков, бобовых. И особенно в наш праздник отмечают еще... Готовят еще блюда, старинное блюдо сумаляк. Сумаляк. Ну, раз уж мы к кухне перешли, я хотел чуть попозже это сделать. Давайте все-таки чуть попозже к нему перейдем. Ну, у православных сейчас, как известно, не самый легкий период, да, у тех, кто соблюдает сейчас Великий пост. Ну, интересно, конечно, вот именно в этот период. Дата фиксированная, да, ведь у Навруза? Да, ежегодно именно 21 марта. Да, да, да. Планируется. Все неворонные действия. Хорошо, давайте начнем с подготовки к празднику. Ну, вот, по крайней мере, я не очень много знаю, но есть такие пересечения с православной культурой, в том числе в православии тоже очень много праздников, к которым принято готовиться, и в частности делать уборку, наводить чистоту, порядок в доме, в хозяйстве. Это, по-моему, для Навруза тоже. Это, да, тоже для Навруза тоже, да. Свойственно. Расскажите поподробнее, что принято делать перед 21 марта. Перед 21 марта принято все почистить, там, все отремонтировать, все убрать в комнатах, особенно одежду детей, потому что они больше с глазу, как это сказать, подвержены с глазу. Так, так, поподробнее. У детей обычно все, чтобы чисто было, вот грязную одежду стирают. А кто сглотить-то может? Ну... Чужой человек какой-то? Да, чужие. Чужие, можно сказать. То есть есть такое поверье, что вот некий сглаз, он может привести, ну, не знаю, к болезни, да, ребенка или к чему-то? Да, к чему-то нехорошему. Грехи, ну, как бы, там, у друг друга прощение прощают, ну, просят прощения, там, еще, еще что могут. Счастья могут друг другу желать. Елена, да, присоединяйтесь. Счастья желают. Счастья желают? Ну, да, как бы... То есть просят прощения, еще и счастья желают? Конечно, Новый год, соответственно. Прощают долги, кто не может там. А, с долга? Прощают долги или надо все-таки рассчитаться? Они берут, в этот день не берут долги, в долг денег не берут, чтобы, дабы не решить свой дом благосостояние. Вот именно 21 марта нельзя брать в долг? Да. А перед 21 марта надо рассчитаться по долгам. Ну, знаете, как, в принципе, перед Новым годом, вы считаете, в старом году вернуть все деньги, чтобы... В Новый год нельзя с долгами заходить. Да, в Новый год без долгов, то есть, и, соответственно, перед Новым годом возвращаете долги, соответственно, и в этот день вы не берете денег, чтобы не лишить свой дом достатка, себя, может, достатка лишить, не лишить. В общем, такая плохая примета. Хорошая. Ну, а если все-таки, вот что называется, прижало, не обойтись без того, чтобы не попросить у кого-то взаимы? Ну, может быть, потом, конечно, берут эти долги, а до этого, ну, вот праздничные дни, вот эти 20-е, с 15-го до 21-го, вот так вот некоторые отмечают, ну, как бы прощают вот это все. То есть целая неделя получается, да? Да. Насколько я знаю, перед Наврузом особое значение имеет каждый вторник на неделю? Или я ошибаюсь? Да. Да, Елена, ну да. Расскажите, пожалуйста, о чем идет речь? Ежегодно, вот накануне праздника идет четыре вторника зимы. Четыре вторника зимы? Зимы, да, которые символизируют воду, огонь, ветер и землю. Вот. Начинается с какой стихии? Первый вторник? Вода. Вода? Огонь, ветер и земля. А в чем значение? Присоединяйтесь, помогайте коллеге. Ну, эти стихии каким-то образом надо ублажать или, не знаю, славить их или что? Славить через стихи, песни, игры, верования какие-то определенные идут. То есть каждый вторник? Ну, весной как бы все обновляется и просит у Бога, чтобы в будущем году был хороший урожай, например. Все было мирно, чтобы не было войны, чтобы все... Земля плодородная была. Да, земля была урожайная. То есть в первую очередь все равно привязана к сельскому хозяйству, да? К сельскому хозяйству, да. Чтобы земля дала то, чем можно будет потом питаться. И, соответственно, каждый вторник, то есть некие действия происходят, да? Обряды, вот эти игры. Насколько это массово и насколько обязательно в этом поучаствовать? То есть и старый младь, что называется? Ну, если 21-е взять, 21 марта обычно собираются родственники все. Все родственники или там друг к другу ходят в гости, собираются у большого стола. Еще что? Угощают всех. Вот по поводу еще подготовки к празднику я не спросил. Есть ли какое-то распределение ролей? Вот что должны делать мужчины? Есть. Что должны делать женщины? Что должны делать дети? Вот Умеда сказала, есть. Давайте, как в Таджикистане? Начинается все на самом деле заранее. То есть подготовка идет еще, начинается в начальных числах, в первых числах. Марта. Марта. Вот. То есть женщины начинают шить одежду, причем чистую, ну, новую одежду. И причем одежду надо яркую. Для всей семьи. Так, давайте прервемся. Азиз Агаев в нашей студии. Здравствуйте. С небольшим опозданием. Но все-таки вы посмотрите, какие у нас прекрасные гости. Да, ну так праздник же. Навруто. Праздник, праздник. Вот мы сейчас сосредоточились на подготовке. На подготовке 21 марта. Вот как раз, я еще раз представлю просто Елену Азизову в нашей студии, представительница азербайджанской диаспоры. Очень приятно. Рахима Саитова, узбекская диаспора. И Умеда Саркулеева, представительница таджикской диаспоры. Ну, наконец-то у нас узбекская и таджикская диаспоры представители появились в студии. Да, да, да. Вот как раз Умеда про подготовку. Да. Про именно женщин. Женская одежда. Значит, ну, они шьют одежду новую, яркую обязательно. Вот, а затем... Вот обязательно новая она должна быть. Да, у нас тоже. Ну, по возможности новую надо. А если, ну, если уж не может... И обязательно шить, а не покупать? Ну, как бы принято, что сами больше шьют семьи-то. Ну, уж в крупных городах, там уже современные люди, там, понятно, они заказывают себе. Ну, кто может себе позволить, они там себе заказывают, а кто-то вот сам больше любит жить. Подождите, вот прийти в магазин нельзя. Надо сказать два фактора. Первое, что, учитывая особенности, все-таки женщины больше дома сидят. Вот, и поэтому рукоделие является одним из достоинств восточной женщины, да, умения. Вот, а второе, значит, то, что умеют делать эти женщины, магазин не умеет делать. Вот в чем заключается. То есть, ручная работа, штучный товар, что называется. Да, и есть еще одна такая потайная вещь, значит, я думаю, что вы подтвердите. Значит, когда шьешь себе, то определенные знаки женщина на своем платье вышивает. Эти знаки она использует как, либо как оберег, либо как, ну, то есть какие-то такие вещи на этом платье эксклюзивные появляются. Поэтому женщина, как правило, второго-другого такого платья еще не будет никогда. Не будет и никогда. Да, даже в одном селе эти платья разные. Платья все разные, да. Если даже одна девушка шьет еще и своей подруге платье, она точно таким же никогда не будет уже. Другая вышивка все равно, где-то стежок подлиннее, где-то еще что-то. Так, платья, что еще женщины готовят? Должны пшеницу подготовить, то есть зерна откладывают в глубокую тарелку, чтобы они проросли к двадцатым числам. Вот, и также, ну, вот дети. Зерна замачиваются. Зерна замачивают, да, чтобы они проросли. Тоже как символ новой жизни, да? Это для того, чтобы приготовить как раз-таки суманак или сумалак, где его, ну, кто как называет. Это блюдо готовится один раз в год, и вот заранее нужно проращивать пшеницу. Блюдо из пророщенной пшеницы? Да. Ну, давайте поподробнее так. Прорастили пшеницу, далее процесс приготовления в чем заключается? Значит, сумалак. А, сумалак готовится? Чтобы сразу не уходить далеко, там еще значение есть, как пшеница прорастает. Да. В зависимости от этого люди предсказания могут, как бы, на будущее, да. То есть, если... А, так наверняка, если росток такой уверенно, да, всходит, сильный такой, значит, богатый, мобильный, там, да, да, урожайный. А если росток так себе, значит, нужно трудиться еще больше, потому что, да. Так, приготовление непосредственно. А, готовят сумалак, как правило, женщины. Собираются у большого котла. Ну, как правило, в деревнях, допустим, это вся деревня может собраться, и большой котел, большой-большой казан, и там они готовят. И вокруг него собираются женщины, дети, поют песни, стихи читают. И готовится он в течение, ну, где-то от 12 до 20 часов. И нужно начинать его готовить 20 марта, чтобы к восходу солнца 21 марта он уже был готов. Ого, ого, как. То есть, только одна пророщенная пшеница в этом блюде? Нет, пророщенная пшеница, мука, причем... Хлопковое масло еще добавляют. Такое? Хлопковое масло добавляют. Хлопковое масло. Специи ничего не добавляется, и ее постоянно надо, чтобы вот эти женщины по очереди, и каждый должен, как это сказать, мешать, размешивать, чтобы не пригорело. Готовится 13 часов где-то. То есть, получается такая достаточно плотная масса такая, да? Да, плотная масса, такая коричневая. Но она на самом деле получается сладкая, хоть туда сахара не добавляют. Ну, пшеница же, собственно, клейковина, вот это, да, крахмал, это, да, безусловно. А есть вот отличия между таджикским сумалаком и узбекским? А я не пробовала, поэтому я не могу сказать, и я не знаю. Я думаю, нету различия, потому что... Рахима, вы еще у меду не угостили к сумалакам? А вы у меду еще не угостили? Ну, мы собираемся в воскресенье готовить. А здесь в городских условиях как готовите? На кухне? Нет. Или все-таки казан? Да, казан огромный. На улице? Сто-литровый. Огромный казан готовится. Там дрова надо, очень много дров надо туда. Все соберутся. Да, мужчины помогают дровами, там готовят плов. Обязательном порядке у нас праздничное блюдо. Азиз Алич предупреждал меня, что опять про плов будем говорить. Да, опять будем про плов говорить. Ну, мужчинам хорошо, они помогают. Они чай пьют, смотрят, как женщины сумалак готовят. Хорошо мужчинам. А женщины обязательно, ну, это долго же готовится. Да. Поэтому приносят там еду, там конфеты, печенье, кто-то там пирожки готовит. Ну, у нас еще весной у нас все зеленеет, поэтому и зелени все готовят еще, вот эти самца называется тоже готовят. Ну, мы имеем в виду зеленеет непосредственно в Узбекистане, в Таджикистане. Это пирожки узбекские. Пирожки узбекские, да, узбекские. Да, очень вкусные, ну, я не знаю, когда-нибудь узбекская диаспора, в конце концов, украсит этот стол узбекскими блюдами или нет? Украсит, украсит скоро. Будем нас настаивать на этом, да. Да, какие еще приготовления? Дети. Дети, допустим, числа 20-го, они ходят, ну, там, на вершину, кто-нибудь в горы, чтобы найти подснежники. Они ищут подснежники, цветочки, и потом 21-го числа они ходят по домам, как бы поздравляют, они вручают хозяйке цветочки, а хозяйки, соответственно, их благодарят там сладостями, может, денежкой, ну, кто как. А тут в чем символизм? Это весточка, что пришел на врус, пришел Новый год, да, это весточка, то есть ты соседям, ну, там много всяких весточек, как бы, там, ну, могут быть и весточки с яйцом на подносе там, если там вот яйцо на подносе там задвигалось, например, то, значит, Новый год уже пришел, не просто так задвигалось там. Ну, то есть тут много всяких там таких... Православный культуре, сразу калейдование, да, вспоминается, когда ходят тоже по домам, получают дети какого-то угощения, сладости, так, далее, дети... Так, а мужчины, ну, как уже говорили, они говорят плохо, да. Мужчины готовятся к празднику, сидят, чай бьют, говорят, как хорошо, что Маврус пришел. Нет, ну, на самом деле они костер делают, там, готовят, там, уже... Ну, вот Рахима сказала, что принято чинить в хозяйстве, да, приводить в порядок, то есть все-таки мужчины должны все-таки это делать. Ну, это каждый день мужчины должны, как бы, но к празднику все должно быть в порядке, на самом-то деле, потому что основная нагрузка, Рахима, наверное, основная нагрузка на праздники, вы со мной все согласитесь, да? На женщин ложиться, на женщин все, да. Ну, если у тебя нету готовых орехов, ну, ладно, мужчина может поколоть орехи, условно говоря, там, и то вопрос, и то вопрос, кто будет колоть орехи. Итак, праздник наступает, как он встречается? Весело, шумно. Нет, вот, ну, нужно бодрствовать в тот самый момент, когда восходит солнце. Ну, посмотрите, праздник-то уже начался, когда все уже собрались, ведь, смотрите, Рахима говорит, конфеты, там, сладости, уже на стол. Ну, на самом деле, сладости ведь не 20-го числа готовятся, они готовятся заранее. И в этот день раньше встают. Вот, и не только в этот день, а на сколько недель раньше начинается праздник? Вот мы упомянули о стихиях, об огне, о воде и так далее. И вот уже, собственно говоря, непосредственно, да, за день, за два, кто-то там, за три, потому что за эти дни еще надо уже начинать успевать родственников и друзей обходить, да? Ну, вот, хочу отметить, что в эти дни люди одаривают своих знакомых, близких родственников праздничной долей. Вот, на красный поднос укладывают праздничное лакомство, семени, свечи и, соответственно, одаривают друзей, знакомых, близких. То есть уже заблаговременно, за несколько дней до праздника. То есть можно прийти в гости, принести, поделиться, угостить, как без гостей. Не просто к тебе нужно прийти, нужно ходить по соседям, по своим знакомым и угощать. Их не подарки, а сладости именно там, угощения приносить. И, ну, они вам... Соответственно, у нас как бы принято, что если ты пришел со своей тарелкой, то с пустой тарелкой ты не уйдешь. Абсолютно верно. Тебе положат в эту тарелку что-то, и ты из дома уйдешь уже с их угощениями. Да, но это же неделя, то есть это фактически праздник-то ведь он неделю, как минимум, как бы, да? Я имею в виду, что после 21-го числа еще неделю гулять можно. И вот, а что эти дни, надо ходить друг к другу? Вот. В каком смысле гулять? Ну, отдыхать. Нет, вопрос гулять. Тут вы можете вот задать вопрос женщинам. А на столе что бывает? То есть, вот какие обязательные на столе должны быть... Национальные блюда. Да, должны быть и национальные блюда. Но каждое блюдо имеет свой символ еще, ко всем прочим. Вот пахлаву делаете? Да. Ну, ты делай, да. Все вот как бы... Но пахлава такая универсальная сладость, да? Для многих праздников. Обратите внимание, что она не имеет отношения к исламу, например, никакого. А что за символ такой пахлава? Почему праздник весны люди пекут пахлаву? Потому что это... Там ее слои символизируют слои земли. Вот, то есть, в пахлаве от 9 до 12 слоев. Ну, вот, когда пекут ее, да? Также шакер-бура символизирует полумесяц. С одной стороны. С одной стороны. А гогал – солнце. Так, вот что сейчас за термины прозвучали? Давайте поясним. Полумесяц? Нет, а шакер-бура? Шакер-бура – это, да. Сладость. Сахар. Елена, это сладость. То есть, там, по-моему, тесто и, ну, как пирожок, наверное, больше. Внутри орех толченый с медом идет. Грецкий. Короче, кто хочет узнать, 21-го в Порошино. Приезжайте, попробуйте. Праздник. И попробуйте шакер-буру и пахлаву. Чуть позже мы еще раз напомним, да, о том, что будет. Вот, на самом деле, шакер-бура – это, значит, действительно, типа полумесяца. Но на нем еще и, значит, украшение, да? Что это за украшение? Что за символ такой? Почему украшение? Оказалось, что эти украшения – руны. То есть, это к исламу эти сладости не имеют никакого отношения, потому что наврус – это праздник древнейший, да? Мы сказали об этом в начале передачи. И это руны. И есть такой даже подход у специалистов шакер-бура. И пахлава – это символизирует родственные понятия. Раз это праздник весны, рождение, полдородие, то пахлава символизирует женщину. А шакер-бура символизует беременную женщину. Потому что в свое время, значит, для того, чтобы избежать всяких злых там чар, то на животе женщины рисовали руны. А живот женщины и шакер-бура – это очень похожие. На беременную женщину. Да, да. Поэтому вот есть такие, как бы, у специалистов, значит, доказательства, которые они собрали. Пахлава, соответственно, тоже это символ тоже женщины. Вот во все времена вот этот ромбик с точкой посередине. Там грецкий орех. Там в середине либо грецкий орех, либо миндаль, либо фундук, там, в зависимости от… Тоже изображала вот женщину. Причем эти традиции, они сквозь столетия, да? Они столетия проходят, да. Точно так же, как на стол. Например, многие знают, что на столе должна быть чистая вода. То есть ни водка, ни вино. И не потому, что это мусульмане, а потому, что это издревле. То есть должна быть чистая вода. Чистая вода отражает твои помыслы на следующий год. То есть должно быть. Дальше, например, многие, наверное, знают, что на столе должно быть зеркало. Для отражения… С удивлением наши гости смотрят на зеркало. А вот, ну вот, что я могу сказать. Но, тем не менее, это вот традиция. То есть нам семь вещей, вот если вы обратите внимание, то на столе семь вещей в обязательном порядке должны присутствовать. И вот я как бы вот и называю ряд этих вещей. Семь вещей – это злаковые, бобовые культуры должны быть. В том числе. В том числе, вот эта вода, зеркало, там, сямяни, ну, или пророщенная пшеница. Фасоль, чечевица. Всё должно вот такие вещи присутствовать. И, например, в обязательном порядке свечи на каждого члена семьи. Говорили вы или не говорили? Нет, не говорили. Да, это уже праздник. И нельзя задувать эти свечи. Они должны прогореть до конца. Задувать – это плохая примета. Свечи на столе. Что это символизирует, опять-таки? Задуть. Нет, сама свеча. Сама свеча – это наша жизнь совместная. Как бы вот членов семьи горит, и мы живём. Вот, и, соответственно, конечно, некоторые говорят, что можно определить там, когда у кого первая свеча прогорит, кто первый уйдёт. Значит, но это не факт. На самом деле просто нужно зажечь. То есть это символ живых членов семьи. Давайте сейчас прервёмся на рекламу. Буквально полторы минуты и вернёмся обратно. Продолжается программа «Союз нерушимый». Напомню, что в студии Азис Агаев. И Владимир Сметани. Да, и наши гости – Умидас Ракулиева, Рахима Саитова и Елена Азизова. Соответственно, таджикская, узбекская, азербайджанская диаспора. Напомню, что говорим мы про праздник Наврус. 21 марта он будет отмечаться. Смысл его содержания и значения обо многом уже говорили. Обо многом ещё можно говорить. Ещё можно говорить, да. Тема обширная. Ну, давайте всё-таки вот поподробнее расскажем. 21 марта в Порошино будет праздник. Да, в 12 часов. В 12 в полдень. Праздник Наврус. Пожалуйста, мы всех приглашаем. На этот праздник. И там можно будет, как этот праздник увидеть, встречается, как он проводится. Там будут угощения, сладости. То, пожалуйста, это будет очень интересный, весёлый и замечательный праздник. Сейчас мы в перерыве заговорили. Упомянули ещё такую одну плоскость, да. Ещё один момент, нюанс этого праздника. Речь идёт о тех девушках, молодых. И парнях, да. О парнях, у которых некие виды друг на друга имеются. То есть этот праздник ещё и прекрасная возможность сделать шаг на встречу к семье. Да, обычно мы вновь сватались, да. И как это сватовство происходило? Ну, раньше. Сейчас, конечно, это проходит, может быть, не так, да, наверное, сложно залезть на крышу девятиэтажного дома и попасть именно в печку девушки, которая, значит... Но раньше, когда дома были, значит, одноэтажные или двухэтажные, и печи в домах были, то парень, значит, свой ремень, ну, пояс длинный вставал, наконец пояса, значит, привязывал свой платочек. И опускал его в печь. И если, значит, семья девушки и девушка, значит, готова была ответить «да» на помолвку, это, собственно говоря, предложение о помолвке, никто никого не видит, ну, как бы это уже намёк там и так далее, то платок развязывался и забирался. То есть он, соответственно, пояс доставал уже без платка? Без платка и, соответственно... И начинал плясать от счастья. Ну, там, да, мы наде... Ну, там, конечно, он старался там не плясать, потому что с крыши можно, как бы, больно упасть, вот, но он прыгал на землю и уже там плясал. Вот, а если нет, то платок наполнялся сладостями и всеми подарками и возвращалось всё на поясе обратно. То есть подсластить, так сказать, да? Горький отказ от того, что не ответили взаимностью. А у нас у котла, вот, большого котла, когда готовят сумаляк... Это Рахима, да, в Узбекистане. В Узбекистане. Когда готовят сумаляк в Узбекистане, ну, в котёл кидают, ну, вот эти камушки и загадывают желания девушки, особенно вот, кому что надо, кому там замуж выйти надо, там, загадывают желания. И когда всё перемешивают, всё, и некоторые вместо камушек, ну, когда перемешивают, тоже загадывают желания. Ну, вы-то тоже это делали? Да, мы тоже делали. Да, мы тоже делали. Или это разрешается, там, женщинам в любом возрасте это делать? Ну, что вы, замужним же, кого замуж-то выходить уже? Это только незамужние девушки делают. Незамужние только камушек, да. Ну, загадывают желания, это все свои желания загадывают, и женщины тоже, свои, ну, не обязательно, там, замуж выходить. А, ну, другие. Счастья пожелать, там, богатство, изобилие в Новом году. Беда в Таджикистане, какие-то нюансы связаны с намерениями вступить в брак. Девушки, которые, так сказать, свободные юноши, они стараются выглядеть краше других, ну, каждая девушка, это и в обычной жизни, но тут-то особенно нужно ей отличиться. И там же мальчики ходят, девушки отдельные, мальчики ходят так боком и посматривают на девушек, и может приглядеть себе девушку, а потом уже, ну, если и она ему, и она, ну, если семья согласится, там, могут и пожениться, почему бы и нет. Это же праздник. Да, но некоторые девушки говорят, что если я там встречу, ну, познакомлюсь завтра, ну, то есть, допустим, 21 марта, если я познакомлюсь со своим будущим мужем, то обязательно отмечу свадьбу 21 марта. Но 21 марта обычно никто не отмечает свадьбу, потому что это другой праздник, да. Потому что это выходной день, и никто не будет возиться с их свадьбой, когда все празднуют, но врут. Вот так вот. Ну, и если продолжать уж про свадьбы говорить, когда разрешается-то, собственно, свадьбы играть? В православии как? В пост нельзя. Так же. А у нас курбан-байрам нельзя. Обычно после Пасхи у нас можно. У нас тоже в пост нельзя. В Рамазан. Да, в Рамазан тоже у нас. Тоже нельзя. Конечно, после праздников. В обычные дни. В обычные дни, когда нет поста, нет каких-то таких государственных, может, праздников. Ну, нет там религиозных, потому что, ну, у шиитов есть месяц Магарам, в котором, ну, нельзя проводить. Я думаю, что вот те, кто суниты, они тоже очень уважают чувства шиитов, и они тоже стараются соседям, как бы, ну, вот, в эти дни не проводить свадьбу, чтобы те, кто отмечают, ну, те, кто находится в печали, чтобы не обращать их печаль еще больше вот этими праздниками. То есть тут все достаточно, конечно, все точно так же. Нельзя в пост, нельзя в траурные дни, нельзя. То есть все как положено, да. В восточной культуре еще такое особое значение придается там старшим членам семьи, да, главам семьи. Вот в этот праздник тоже есть какая-то традиция каким-то образом честовать бабушек, дедов, дедов. Вот перед началом, например, этого сумаляка, перед приготовлением читают молитву обязательно. Вот даже вот когда проращивают пшеницу тоже, каждый раз надо читать молитву, чтобы вот это получилось все в жизни, все в будущем году было все хорошо. Читают молитву обязательно. Каждый раз вот эти старейшины. Обычно готовят ее старейшины, этот сумаляк. Они руководят. Они руководят, да. А потом около котла там собираются женщины, потом посиделки начинаются. И там кто-то, ну, обязательно должен перемешивать вот это блюдо. А там остальные там песни поют, стихи рассказывают, пляшут. Вот так вот очень, да, игры всякие устраивают, да. И после сумаляка еще у нас там джигиты, кураж друг с другом тоже устраивают. Борьба, так по-русски называется. А есть ли какой-то персонаж обязательный? Вот у нас Масленица недавно была, Чучело, да? Чучело зажигали. Принято сжигать, а тут... А тут зажигают костры, то есть ближе к вечеру начинаются вот... Вообще принято в основном этот праздник в семейном кругу отмечать. Соответственно, ближе к вечеру на улицах зажигают костры, семья становится в круг, вводит... Ну, это у азербайджанцев. Да, да, у азербайджанцев... Сейчас мы успеем сказать. Собираются в круг, вводят хороводы и начинают прыгать через костер, да. Вот считается, что этот вот огонь благодатный, он зажигает все зло, все какие-то вот... Ну, там можно прыгать через костер, можно прыгать через воду. Потому что вода тоже уносит, то есть при этом приговаривают во время прыжков, да? Да, может быть, у нас так же было раньше, но я не знаю просто. Да, да, что пусть эта вода, пусть этот огонь уносит все болезни и неприятности и закрывает дорогу в Новый год. Вот всему тому, что было плохое. То есть, конечно, это стандартное пожелание для людей. Мы что с вами говорим, когда провожаем Старый год? Пусть все плохое останется в Старом году и пусть все хорошее с нами перейдет. Точно так же, когда прыгают, ну, азербайджанцы, раз, значит, вот эта традиция может быть утрачена, так сказать, то и говорят, пусть огонь сожгет все плохое и пусть вода унесет все плохое, если через воду, потому что через воду тоже можно прыгать, да? Вот. Но персонажи в азербайджанском Новрузии есть. Это Кюсай Кечаль. Это кто? Смешные. Лысый и, значит, Кюсай, это у которого борода, значит, но только такая редкая, что все над ним смеются. Ну, то есть, это вредины. Вредины? Да. Но они вредины такими, ну, по-хорошему такие вредины. Ну, да, по-хорошему они типа вредничают и всем смешно, все над ними смеются, ну, как бы стараются поиграть с ними, особенно дети. Ну, в общем, так вот, интересно. А они символ чего? Какого-то доброго и злого начала? Ну, просто персонажи, как бы, тут они не символизируют ничего, как-то они вот так уже, которые мешают, там, чтобы Новому году прийти, там, ну, и так далее. У Меда есть традиция в Таджикистане через костер прыгать? Ну, считается, что в деревнях еще тоже, как бы, прыгают через костер. Вот, ну, через воду, если честно, я не слышала, но вот через костер прыгают. Но в городах, соответственно, такого уже нету. Вот, но еще перед рассветом, ну, то есть, когда встали люди, дома зажигают благовонию, и все члены семьи, как бы, должны вокруг него пройти, ну, над ним, получается. То есть, это на тарелочке, там, разжигают, они должны, ну, как это, как бы это выразится, они должны подышать этим благовониям, так сказать, получить благословение, и потом уже празднуют. Это Исрак называется, да? Ну, это... Исрак. Он в горах растет. Корни еще от заэртризма идут, на самом деле. Это еще в священ... Писание Овесты такое вот есть, и до сих пор сохранилось. Ну, как бы, утрачивается уже. А на запах, так, чтобы привести пример нашим слушателям, на что похоже? В общем, придется вам понедельник привести, в этой студии зажечь, чтобы... Все плохие вот эти... Ну, очень такой вкус, ну, аромат такой приятный. Ну, как его... На что же он похож-то? Даже не знаю. Трудно подобрать, да? Нет, не сладкий. Он такой, как бы, он... Он немножко прохладный, я бы сказал. Если можно изобразить запах таким, как бы. А здесь, в Кирове, делаете это? Просто невозможно достать? Нет, можно, в Москве продают. Продают? Продают. Ну, может, у кого-то есть из узбекской диаспоры? У нас есть, например. Ну, вот. Можно заказать на ревизор. До следующего года. Ну, что, получается, у вас вся следующая неделя будет такой вот... Праздничный. Праздничный. Да, с хорошим настроением, с воодушевлением. Да, пользуясь случаем, я поздравляю всех восточных народов, узбеков, таджиков, киргизов, азербайджан, татаров, башкиров с этим изумительным праздником, Навруз, праздником обновления. Всем желаю здоровья в новом году, чтобы в семье было благополучие, уют и счастье. Ну, и вам тоже, соответственно. Ну, что, ну, наверное, добавим еще афганцев, значит, иранцев, турков, значит, всех, кто празднует. Празднует. И мы поздравляем всех, кто не празднует тоже, потому что это праздник обновления. Ну, врусбай раманузм, мы в баряки. Ну, и тех, кто празднует, и тех, кто не празднует, для кого не свойственный этот праздник. Порошина, 21 числа, полдень. Да. Можете найти время и добро пожаловать туда. Можно вылиться в этот праздник, там, поучаствовать, потанцевать, попить, поесть. Спасибо большое нашим гостям за этот рассказ. Очередная программа «Союз нерушимый» в пятницу в 13.00, как обычно. Будем встречаться. Всего доброго. До свидания. До свидания. Союз нерушимый.